Карта, которую мы сейчас с вами лицезрели, дорогие друзья, должна как минимум натолкнуть нас на правильные выводы. Но скорее не столько нас, сколько Virtus.pro, которые потерпели поражение на третьей карте и по законам жанра сейчас должны взять и выиграть. Если не без шансов, то просто показать уверенную игру. Ну вот, если все-таки говорить о выводах, помимо... Ну, нет, окей, не буду говорить этого, хочу, чтобы это сказали вы. Какие выводы команде Virtus.pro надо сделать после прошедшей карты? Что это не последний мажор, еще будет целых два, где можно будет выиграть. О, то есть так глобально. Я-то ждал просто, что ты скажешь, забудьте про пангольера для ноу-1. Ну, я это сказал очень просто в той игре, не люблю повторяться. Я сказал еще в первой игре, вот сегодняшний день, когда это появилось. Мы на это посмотрели, и было видно, что на фоне других игроков, которые даже в его команде есть, но не вывозят, не справляется, не получается, при этом занимается важный слот, вместо которого могут быть сильные ДК, сильные ДП, сильные УД и любой другой сильный герой. И вот очень не хватает сильного героя в таких картах за 22 минуты, где ты проиграешь, потому что у тебя одного героя вытирает вражеский спелл один. Ну, или любой другой, где ДТБ просто стреляет, тоже вытирает его героя. Даже если не брать вам внимания, на самом деле, на второй карте тот факт, что пангольер должен был достаться нау-1 в руки, в целом его пик по итогам драфтов, он выглядел как-то неполноценно, в том плане, что не было достаточного количества бойцов у Virtus.pro. Даже если предположить, что Нунчик использовал, если сыграл бы здорово, я не знаю, там у них два героя бьют в команде, и то такое. Когда у тебя есть Дарксир, у тебя может быть ноль героев, потому что сильные бьющие герои будут от команды противников тебе поступать. Ну и у Дарксира там тоже все ужасно было, он бегал в третьем футболе. Потому что Сигир контролил трех героев одновременно, у тебя тролль себя не контролирует, пангольер нажал ультимейт, покатился, все, тебе уже тапки, и у тебя Дарксир тоже выживает обычно тем, что быстро бегает, здесь не совсем работает, и получается у тебя один против трех, и всех победил. Это как сверх камень или сверх ножницы. Я бы сказал так, после первой карты, да и после этой, ну извините, конечно, но видно, что ВИЧ посильнее. Вот, они дерутся лучше, так, они драфтят, ну более интересно, что ли, да, линии стоят хорошо. И чтобы победить в этом противостоянии ВП, нужно что-то выдумывать. То есть, ну, на мой взгляд, нельзя как-то идти по старым чертежам, ну, не работает это уже. Просто потому, что оппонент сильнее тебя, и нужно подобрать к нему ключик. По-другому никак, потому что тебя иначе на личном исполнении переедут. Это больно признавать, но непривычно смотреть, как наши ребята, наши витязи, ну, откровенно в стену упираются. Но так и есть. Нельзя, ну, ты не обязан биться головой об стену, ты можешь ее просто обойти. Хвост, как считаешь, как витязям стены обходить? Я тут смотрю, просто у Саньки две пары обуви тут стоит, он чтобы отстал одну на другую, я думаю, вот хитрец какой-то. Молодец, вообще. Прям все у него схвачено. Что я могу сказать? Ну, тут опять проигран драфт, прям, ну, плотно проигран. Ты до пика ТБ все было более-менее. Пикнули ТБ, и ты смотришь, а реально все забанено. Все, чем можно вообще победить, все забанено, еще впереди два бана. То есть вы, по сути, можете, ну, какого-то конкретного кэри нет, которым вы можете победить. Вы берете этого Дарксира, у вас какая-то там более-менее связка есть. Но Дарксир сейчас не тот, скажем так, в early game. Если его подгнобили, а вот эти ребята плотно взялись за Пашу, они понимают, что он плеймейки. Ну, тут как бы это не грустно было признавать. Есть No1 на Пангальере, то есть на него можно меньше внимания обращать, он сам все сделает. Прийти нужно к Паше. Паша, то есть на Дарксире, всегда часто собирает Добинатор, быстро кучу спейса создает. Под этими щитами там могут нападать толпой на герои Virtus.pro. Ну, тут бегает твой Дарксир 5-го левела, на 10-й минуте, на 11-й, без ничего. Там какая-то хедреска у него есть, стаучилд, он вообще ничего не может сделать. Пожалуйста, у тебя на фулл фрифарме платтики, на фулл фрифарме половина героев. Там Брюмастер быстро получает 6-й левел и просто творит чушь на карте всякую для Virtus.pro. Надо больше, наверное, внимания как-то Паше давать. Я уже предлагал в прошлый раз поставить, наверное, Пашу один в один и идти триплой. Ну, даблой плюс роумер. Пусть Роджер какой-то попытается сделать импакт для команды своей, потому что пока он просто стоит и смотрит, как убивают Пашу. И его вместе с ним убивают. Вот и все, что нужно сделать. Довольно просто. Тут просто раз на раз не приходится, мне кажется. При несколько ином раскладе с точки зрения драфтов Паше, возможно, и не стоило бы столько времени уделять. Здесь просто, да, Darkseer как-то так вышло, что его загнобили. Но предположить, если что, допустим, на Уану какой-нибудь другой бы персонаж достался, все-таки Пашу можно было бы и в соло оставить. Он вот на Тайтхантере играл, ему особо помощь не нужна. Так, я объясню свои мысли. Давай. На Думе он бегал 0.10. Если бы не антимаг в той игре, то ничего бы не случилось. Не было бы того спейса, не было бы потом тех 20-ти канатворца, он бы бегал и страдал. Если бы какие-то айтемы были, которые подгнобили бы антимага, Дум бы никак не рековернулся. Потому что антимаг создал миллиард спейса. В этой игре Darkseer подгнобили, он так и ничего не сделал. Он только потом своими смертями подкрепил еще смерти своих хрипов с Доминатора. Он не был того момента, когда он мог служить какого-то тролля с Сашей Яшей, Фейзами и БКБ, предположим. И тот тролль под тысячей мухспида бежал бы и всех закапывал. Нет. И вас убили намного раньше. То есть этим и знаменитый Вичи гейминг, что они получают доминацию и потом тебя уже не отпускают. Здесь вот они показывают, как это есть. То есть антимаг спас в одной игре, но и то там Вичи немножко неправильно все делали. И не совсем у них, видимо, был готов план на фулл-игру. То есть они увидели этого антимага и не думали, как с ним бороться. Хорошо, одну ошибку допустили. Но в целом, да, Александр правильно говорит, что выглядят не персонально, а в целом как команда Вичи посильнее. То, что они делают, то, как они двигаются, то, как они ловятся. Но опять же, могут виртуспровно с устать. Все-таки для них это какая уже карта? Седьмая, получается. Все так. Да, и как бы там ни было, когда уже последний день турнира, если ты один раз сыграл, там, два БО-3 или три БО-3, то в целом, ну, можно. А если это ежедневно у тебя такое происходит, а у них на протяжении трех дней, по-моему, по две серии они играют, ну, это сложно. Но, с другой стороны, не хрен падать лазера. Играть из минров. Смотрим за трафтом. И где-то мы вас с тобой уже видели. Да, я думаю, не только мы. Не только мы. Еще время сразу, может, морфа взять какого-нибудь, чтобы не париться. Ну, что-то надо менять. Ну, да. Как минимум, не брать пангальера. Это мы уже выяснили. Да, ну, либо брать, но для паши. А может быть, террор-блейд? Прямо сейчас. Тогда будет морф. Тогда будет морф по парации. То есть, мне надо будет его банить. Что будет морф? Будет два бана у тебя еще. Ну, нет, очевидно, что их нужно будет сделать. Я про то, что в ситуации, когда ты можешь взять или ТБ, или морфа, смысл брать ТБ, если ты можешь взять морфа? Можно взять ТБ и забанить морфа? Ну, можно сделать морфа и не банить ТБ. Ты прав. Просто я большой фан террор-блейда. Нет, я тоже. Чуть меньше фан морфа. Просто был у нас пупей недавно. А морф ведь круче? Не знаю. Не сказал бы. Был у нас пупей, сказал, что это самый сильный герой патча. Мой? Да. Клименту не веришь? Ему верю. Когда он мне ликонтропа пикал, не верил. Ну, когда это было-то? Ну, было. Было-было. Подеваешь, оно у меня в жизни отложилось так, как будто вчера. Как будто с утра это все случилось. Тут дело в том, что на морфа все-таки есть контра. Типа, как оперейшн, нам это уже показывали. Есть тот же самый Никс. Хорошо, когда он за тебя. Он очень сильно все делает. Есть Леон какой-то, который быстро получит блинг. И твой морф не будет себя суперфривольно чувствовать. На ТБ же такой контра я не вижу. Как вот ТБ, ПЛ, такие герои. Ну, там можно, да, взять пять штук, чтобы они с ним справлялись. Но все равно он получит свой БКБ и будет стоять и бить. Ты ничего против этого не сможешь сделать. Это так. Смотрите, Виртузпро, да, забанили. Респект, бан. Подъехал. Он Галера хотел дать, что ли? Ну, имея Дарксира... Не стоит. Скорее всего, твой Кэрри будет бегать на Сурже. А бегать на Сурже под ультом Блоксикера не очень хочется. Крауд, Телант, Слакс Телант. Тут не хочется ничего говорить. Факт в прогнобиле, да. Меня знаешь, что смущает, что настолько добрые все картинки и надписи, нет никаких вот этих... Слых не показывают. Там показывают. Возможно. А может быть другой вариант. Они их рисуют еще не входя в зрительный зал и проходя через зрительный зал, там кто-то стоит и смотрит. Это бы так работало, если бы вчера нам на камине показывали прямо, что мужик рисует. А, да, прямо там это делаете? Да, прямо там. Может, вывели потом сразу же охранники? Нет, нет, он типа штатного художника, который сидит, для всех работает. Так это да, специальный какой-то парень, который... Не мы с тобой пришли вот сюда. Я тоже умею рисовать. Не, рисовать-то я умею. Ну, все. Особенно вилами по воде. Недаром вас зовут Таланты, господа. Все так, все так. Что, Дисраптер для ВП? И по старым чертежам еще Урсу бы добрать по цвету. А Урсы есть. И намит какого-нибудь Крепыша. А намит Инвокера. Все? Ну, да, да, да. Сейчас ПЛа. Мы могли бы завалить. Мы брали Шедова Демона, и вот снова в ход пошло тяжелое оружие. Так, Варфа. Дали шанс ВП. Чтобы уж не совсем сухую, все-таки проявляют уважение к старшему собеседнику. Все-таки такая дискуссия у них там происходит. Правильно я понимаю? Я не спец. Вайпер, финалы. Кстати, а где Вайпер? Кто он делся? Отлетел в 1-8. Все, кто его брал, уже остались там. Какой герой был крепкий. Я вон, Сумаил, с этой игры сыграл на вылет. Да, да. Очень крепкие были игры. Сумаилу обидно, конечно, на вайпер играть. Это лич. Я видел плакат, возьмите лича, там что-то такое, и вот. Следующий вайпер, думаешь, будет? А потом течис. Если плакаты до добра не доведут. Мало ли, вот это как на заборе, то есть мало ли что-то написано. Да. Винрейт 0%. Ну, что мы можем сказать по этому поводу? Надо закрепить герокоптер. И ДК потом сверху. У антимага тоже было 0? Ну, антимага, это значит, что кто-то не справлялся. Пришло время брать шейкера. Опа. Я в деле. Плюс кол. Инстакол. Повышаешь? Повышаю до пуджа. Ну, япа-япа. Играйте. Хорошо, чем нам укрепить драфт вичи гейнер? Как тебе насчет морфа? По-моему, будет очень крепко. Ой, все. А ты сегодня, как говорил антимаг, тус, только третий был. Ластиллер, да. Но его почему-то не выпускают. Семен, ты видишь, у нас тут на этом, я не знаю даже, как это называется. В общем, есть сверху, где написано ники игроков, справа есть такое чуть-чуть увеличение. И вот все время Найкс в этом бане. Вот в самом верхнем. В самом верхнем. То ли слева, то ли справа. Всегда. Ни разу он оттуда не выходил. Тут Джаггернаут. Лич Джаггернаут забытое такое. Они вот сейчас неплохо набрали, потому что у тебя и топ, Нюкс, и Ластиллер, типа могут доминировать. Это сильные линии. И бот, да, Джаггернаут, Лич могут доминировать. То есть ты ведешь по двум линиям, поесть двух покажет. Это старая-старая-старая-старая-старая-старая школа. Ну, понимаешь, Джаггернаут, Лич. Ну да, Джаггернаут, Лич, старая школа. Жалко. Нет, старая школа, в смысле, выиграть линию, а там посмотрим. Я тут не знаю, выиграть линию или линию. Так играли старые. Потому что вот Ускар очень против хорош Лича и Джаггернаута. Вот он на тебя юзает фрост арморт, и хоп, снова болт спрятал своего друга. И увез его куда-то на крипа подальше, чтобы он тебя не догнал. Я видел это неоднократно. Да, это, конечно, не факт, что тебя там 100% спасет. И умный Джаггернаут не сразу будет крутиться. Но в целом это может повлиять. Ну и опять же, я супер фанат этого героя. Вот это все, опять же, вот сейчас будет... Виртуз Про стягивает четверых, туда стан, туда прыгает Рамзес. И тут выходит на сцену он. Сноубол всех прячет, увозит, убивает. Вот так вот будет. ТБ из Айтсандер, там, ну... А что вам рассказывать? Пацейл тут реально много. Тусик, Винга. Траблы так просто не убить. Или Тусик блинкается, чтобы изнуть сноубол, а Винга слапает его обратно, и сноубол не юзается. Вот, тоже может быть. Нет, сноубол юзается, а по дороге еще подбирает ее тоже. В основном, в момент запрыгнуло. Да, это... Ну, а если Тусик до драки убил? Ну, тогда он неправильно играет. Нужен герой, который может в соло убить Тусика до драки, или который очень жесткий буржистый урон может нанести. Веспа нет, Сэм сейчас, сори. Да, причем тут... Давайте подумаем. На мид какой-нибудь, плотник. Мепарь. Мне нравится, это ход твоих мыслей. Мне нравится Эмбер. Да, но он не так быстро убивает. Здесь не надо быстро убивать. Здесь надо просто убивать. Вы кайтите. Надо просто выиграть. У Вичи Гейминг нет какого-то бёрст дэмэджа. Даже если Тусик вкатится, там, можно туда дать в эту цель Фрост Армор, и она себе будет стоять там под резистом как-то отбиваться. А потом Хилл Вард поставится. А как раз у Виртуз Про на кайте можно это все делать. А, нет, ОД забанили. И ОД, и что-то демоны забанили. Да, хитрюги. Но Вичи понимают, силу в сейвах. Набрали сами. Под сейв забанили, а в ОП ни одного под сейва нет. Это может быть проблема. То есть на вопрос, в чем сила, обратно, надо отвечать в под сейвах? Да. Хорошо. Кстати, вот в комбинке Виртуз Про стоит человек. Кто он? Наверное, судья их. У которого 2000 игр на чене. Да? Да. Так что он знает кричалку нужную. Он ее, видимо, им кричит. Смотри, Вичи постоянно так трафты делают, и они получаются очень мощными. Смотри, попробуй зафокусить в ингу. Она или даст тан, или с кем-то свапнется. На брюхо нападаешь, его или другие ставят, или он раскладывается. У Трираблейда есть Сандр. У Тусика есть Шарды, есть Сноубол. Это гибкость. Очень сложно против такого пика драться. Ты просто не можешь зафокусить героя. Это здорово. Ну что, Пангалера может? Он есть, что уедет, да? Ну, конечно. И растолкает. Нет, сейчас для Украины. Да не надо, Пангалера. Эмбер. Да, Эмбер, нормально. ДК? Не паримся. Просто плотный парень под хилвардом. ДК тоже подходит. Шардуфин. Кстати, да, ДК. Что, мне хотелось термаз сказать. Хотелось сказать. Привет. Нужен кто-то, кто в соло убьет этого Тимбера. Опа. А вот и победный лежит. Забыли его все. Сто процентов винрейт. Чем отвечать? Нужен герой с арчетом, который ворвется на тусика. Мид Севенсер. Внесет ему нереальную ногу деметра. Один, винрейт сто процентов. Да. Хорошо, что мы можем противопоставить тут? А все, можно наливать. Нет, на Алине-то полно героев, которые с ним что-то делают. Вопрос, чтобы сделать по игре. Не, мне очень нравится сермит. Да не, ну то что. Не, не очень нравится. Это опять шутка, которую я не понимаю. Знаешь, к нему, как они работают? Так. Ты можешь кидать главы в Блокинг Бар, и они наносят урон. А подставил с ним двойной урон. Джаггер закрутился, ты его убил. Но... Нюхс подошел, ты его убил. А как ты в Торма будешь стрелять? Советуют нам Пака, и действительно это хорошо, потому что Шторм не может в ультимейте Пака прыгать. И ничего, в принципе, делать. И даже с появлением БКБ с Органимом все равно это работает. Так что, да, Пак действительно хороший. Что у нас предпримут? ДК. Ну, тот же Пак, только в профиль. И то дракон, и то дракон. Все четко. Могли еще и Вайпера взять, тоже дракон. Ну, все. Вайпер, кстати, нет. Идеальная аналитика. Доверься мне. Он похож на дракона. Похож, но не дракон, нет. Шахматы знают, что Вайпер тоже дракон. Virtus.pro по совету Санты отсказались от своих старых стратегий и приступили к своего рода экспериментам. Как вам этот драфт, господа, от ВП? Да не так плохо. Вот в разы лучше, чем то, что было. В разы. Но недостаточно. Я на ВИЧ. Господа. Плюс. Хочется на ВП поставить. Очень хочется. Ставь. Ну, я уже поставил. Все. У него уже ничего не осталось. Смотри, да. У нас два голоса за ВИЧ. У себя как бы выбора нет. Ну, ладно. Я на ВП окей. Ну, что он классный герой. Нунчик может засолить. Так вот. И должен. Должен. Должен, друзья. Давайте посмотрим, как проголосовали вы. 70% за команду ВИРТУС ПРО. 30% за команду ВИЧИ ГЕЙМИНГ. И это мыто переобувочное. Ну, ладно, друзья. Впереди, получается, четвертая карта этого гранд-финала. Передадим слово комментаторам. И заодно спросим, о чем это вы так активно шептались, господа, во время драфтов. Легчайший предикт Шторма, на самом деле, был в этой игре. Опять очень мало контроля у одной из команд. А Шторм реально очень хорошо залетает. И самое забавное, что раньше как со Штормом боролись? Ты брал в мид какого-то героя, который может его уничтожить, и потом ты как-то пытаешься поймать Шторм Спирита, который фармит лес. Что сделал Арутикей? Он взял ДК, который, по идее, вообще не должен Шторм Спирита напрягать. Он может рано спушить ему вышку, но вот конкретно выгнать его с лайна, он не в состоянии. Он просто постоит на линии, пофармит, как ты сказал, спушит линию. Пойдет в лесочек, стакнет, дешевым ремнантом все это заберет. И останавливать Шторм Спирита здесь, ну, я не знаю, как-то выскочить резко, дать ему стан, может быть, там, с инвизой или со смолка. Блиндаггер на Дрэгон Найте. Но когда это будет, когда этот Дрэгон Найт Блинг получит, опять очень важно, чтобы Дарксир вместе с них с Ассасином не слили линию просто вот на максимальном уровне. Потому что у нас три карты подряд, Роджер и Паша, кто-то из них очень много погибал, и линя была проиграна просто в ноль. Ты вообще понимаешь, насколько ROTK пронюхал мету? Каждая игра, все время Энигма в бане, все время трипла на сейфлейне, и ты не можешь никак без Энигмы линию оттянуть обратно. И эта трипла просто уничтожает раз за разом третью-четвертую позицию соперника. И за счет этого Вич Гейминг выиграли уже две карты. Уже две. И может быть, конечно, это будет третья, но лично мне бы хотелось пять карт. Не знаю, как тебе. Конечно, конечно, независимо от того, кто победит на пятой. Хотелось бы, конечно, чтобы в ВП победили, и вроде пока все-таки должно быть. Первую карту проиграли, потом две, снова у нас бустов три, еще раз карту проиграли. По логике должно быть две карты подряд, учитывая, как ВП играли на этом турнире. Ну, будем смотреть очень пристально за Ноу Ваном. Это, наверное, ключевая фигура у команды Virtus.pro. Это Шторм Спирит, которая появляется очень редко. Шторм Спирит, которая пробафанная. Папарацци, кстати, уже третью игру будет играть против Дарк Сира на Террор Блейде. Две он выиграл. Посмотрим, как будет на третьей карте. Так, погоди, аж, это же Гернаут у нас в топе, правильно я понимаю по этому панорамному виду? Может, они хотят сами как-то триплой пойти и оставить Дарк Сира на линии против Брюмастера? Дарк Сир, кстати, сильнее Брюмастера на линии, один на один. Конечно, надо менять что-то, потому что, я думаю, ВП понимает, что будет очень тяжело снова Паша и Роджеру. Хочешь ли ты играть против Террор Блейда на лайне? Ну, а почему нет? Ты можешь его очень быстро убивать с помощью того же Блэд Фюри. Тут, кстати говоря, не только Террор Блейд, если что, тут еще и Туск с Вингой. Это Стан, и через Метаморфозу ты просто начинаешь под Тактимом уничтожать. Но Джиггернаут, наверное, сместится потом просто при помощи телепорта, а Дарк Сира останется в топе. Так, пытаются здесь подцепить Ория, Ория определенные трудности испытывает. Надо копнуть, и Блэд Фюри. Блэд Фюри, Ория. Хороший еще бодиблок от Апостола Доты Ромзиса. И забирает он ФБ. Не самый герой стал. Тоненький, но смогли его добить для Драгон Найта. Ничего страшного не случилось, понятно. На первом уровне он не плотненький у него. Спасибка не может быть вкачана. Огонь качает, нюк, чтобы пронежовенького крипа добить. И еще Виртус Про, да, они все-таки решили триплой стоять, а Вичи Геймы, к свою очередь, смещаются. Они смещаются в бот. А Дарк Сир, а Дарк Сир бежит в топ. Ну, в общем, все правильно делают в Чигейме. Хитро, да, хитро. Янг, правда, на центре может сейчас... Это не финальная перетяжка, смотри, где уже Джиггернаут находится. Она же идет на легкую. Да. Так что тут слабо незаконченный смоук явно похожа для атаки. Может опять хотят убить Драгон Найта? Или для того, чтобы просто скорость увеличить? Да, без Джиггернаута ты не убьешь Драгон Найта. Он слишком-слишком стойкий, и ремнантами там его заспамить никак не получится. Быстрый, кстати, тапок Джиггернаута. А ТБ снова уходит, смотри. Да. Ну, он, конечно, столько времени по параду теряет. Зато там такая халява для Винги. Вот просто не жизнь, а сказка. Сейчас быстрый второй левел. Тут же какой-то, наверное, тапок. Дивай, ну, редко получается так сыграть, что ты на саппорте первую пачку крипов можешь просто забрать. Пытаются здесь убить Фейда. Фейд. Ну, похоже на правду. Можно даже не копать, можно даже не копать, а использовать Плэйфьюри. И, ну, все-таки решил Роджер потратить. Застилил. Ну, на самом деле, правильно. Там Туск еще мог просто время немного выиграть, как-то спрятаться, вдруг еще и Телепорт бы использовал. А что он вкачал? Если бы у него шарды были вкачаны? Таким, я думаю, первый уровень. Ну, не могли этого Вертуша просто знать. Если бы он вкачал шарды, он бы мог там как-то вытолкнуться. Теоретически, еда, действительно, время потянуть, поэтому, может, и стоило бы здесь подкопать. Сейчас Кьюлингблейд появляется у Джеккернаута. Ну, и все. Здесь уже, в принципе, халява. Никс пойдет помогать Дарксирусу. Ему там выпулил Паша Крипчиков себе, подфармливает их под вышкой, как мы видим. Только сейчас у нас Туск смещается в топ, пешочком бежит. Ну, вон, на центре пока я скажу, что линия не самая простая. Драгонайт, там сейчас возьмем Светл Ринг, будет намного проще. Добивает Драгонайт, очень много крипов. Шесть денаев, заметил. Да, прям жесть какая-то не получается. Пока разрыв, разрыв. Ну, ладно, здесь тяжело. Но Штронспирит, напомню, герой, который может в хорошем уровне всегда выйти в лес. Ну, пока Ори прям вообще шансов не оставляет. В два раза больше добил. Посмотри, у Нолана-то ресурсов нет. Он не может сейчас еще сильнее спамить ремнантами, которые, в общем-то, дешевле должны быть. Но в топ Ори перемещается, и там руна Аркейн. Очень хорошая руна, можно будет еще несколько нюков дать. Ну, может быть, Нолана рад, что эта руна появилась. Он хотя бы тут три крипа добил за это время. Но вообще, если бы это был какой-то дабл дэмэдж, я бы Нолана не позавидовал в такой ситуации. Очень трудно было бы вообще хоть что-то добить. Ну, ладно, по крайней мере, нужно сохранять доминацию на легком лайне. Нельзя ни в коем случае позволять брюмастеру получать экспу. Но Паша уже понял, что один против трех. Не постоишь, не побегаешь. Поэтому он просто качает лес. Мид перемещается с соло. Дот изначально заметили фейда на скане. Поэтому тут, возможно, даже попытаются сейчас наказать тусков за такую доту. Попытка будет фейдом явно заблочить спаун. У Паши очень мало здоровья. Соло встречается с фейдом. Джиггернаут стоит хорошо в дабле. Но брюмастер сейчас вздохнет полной грузью. Потому что Лич ушел. В чем смысл-то? Лич вешает армору на Джиггернаута. Прокает замедление. Джиггернаут юзает Блэйд Фьюри. И убивает вражеского хардера. А Лич взял и сместился. Куда-то, зачем-то, не пойми зачем. В итоге, ну, Янг, он может и не будет борзить. Там совсем подходить, как-то бить Рамзеса. Но он будет получать много экспы. И в итоге, кстати, Рамзес оставляет один на один. Идут убивать Папарас. Вот, видимо, в чем был смысл. Чуть поинтереснее, все. Ну, One, Snowball, Sun, Tag Team. Будет, ну, тут очень трудно что-то сделать. Телепорт, как понимаете, нет. Есть Parryfire, но бессмысленно. Просто, просто жесть. Tag Team, это штука, которая на первых уровнях. Да и впоследствии в мидгейме не прощает. При таких вот массовых атаках. 2-1, на центре Штурмспирита небольшие проблемы возникают. И по Крирпстату, и вот при таких вот гангах. Рамзес стоит, что? Ну, может быть, это был Колор Рамзес. Говорит, парни, ну, идите. Скорее всего, это был план на игру. Скорее всего, это был план на игру. Мы стартуем триплой на Лёка, и потом перемещаемся убивать Парас. Парас получает очень много магического урона. Он не сможет здесь выжить, если как-то не поможет ему Дивай. Но что он может в Крирпстату сделать? Здесь работает 2 щита. Нападает еще на Фейда. Фейд дает Snowball. Попытается забрать здесь Пашу. Паша в тавернищик и работает. Фейд также отправляется в таверну. Можно использовать глифт, лучше чего, чтобы крипов сохранить. Дивай получает подкоп. Вот это уже месторобка от команды ВП. Да, да, да. Ну, пока план работает. Да-да. А, и дабл дэмэдж для Ория, ноу-1, конечно, сейчас негодует. Ну, в принципе, ноу-1 сам ошибается в такой ситуации, потому что, ну, Шторм Спирит имеет механику, которая позволяет толкать линию и контролить руны. А саппорты не могли помочь ноу-1 совершенно никак. Ну, в общем-то, и Драгонайт тоже умеет толкать. Стан. Тут туск оказывается. Напомню, ультимейту ноу-1 нет. Так, тим, попытка убежать, ноу-1, нажимает барифайер, получает задувку. Ну, понимаешь, и туск оказался рядом, и у Ории из ДД. Пока тяжеловато. Сейчас шестой на Драгонайте появится раньше, чем шестой на Шторм Спирите, и будет очень сложно стоять. Я, честно говоря, не думал, что настолько тяжелый матчап для Шторм... Не знаю, либо Ори просто потрясающего уровня игрок, что, в общем-то, безусловно, так и есть, но, видимо, он настолько хорош, что этот матчап стоит настолько прекрасным. Ну, либо я что-то не понимаю в ДОСе. Ну, я определенно что-то не понимаю, но мне всегда казалось, что это либо равный, либо удачный матчап для Шторм Спирита. Ах, атака с ней за Рамзес будет, Фьюри нет. Может быть очень опасно, там рядом смещается еще и Туск. Рамзеса трудности, надо прятаться. Туск рядом, телепорт Рамзеса. Единственное правильное решение в такой ситуации. Литает он на Т2. А, восполнит здоровье Яману Шрайном сейчас. Кстати, грамотно, что не на Шарайне полетел, там могли его теоретически поджидать. Кто его знает? Возможно, просто Соло, кстати, телепортировался. Ну, он здесь оказался, может, он телепортировался на Шарайне. Может быть и так, да, телепорта у него нет. Либо Рамзес просто телепортировался на Т2. Ну, как, там, кликнул как-то по миникарте, пытается забрать Дивай, Дивай. Ну, что, если Криты прокрут... Успевает, отстанется и должен спокойно отсюда уходить. Хотя Рамзес очень быстро. Фейз работают. Вешается еще и щиток. Отличая, ой, Фейт грамотно сыграл. Здесь не позволяет убить своего тиммейта. Ну, и сам должен жить. Сноубол всегда имеется. Красивая игра от команды Вичи Гейминг. Один изо всех. И все такое. Слабая точка возникает в топе у Вичи Гейминг сейчас, когда два саппорта в боссе. Они показались. Должны знать в Virtus.pro, что папарацци совершенно один. Но придется за папарацци лезть на шрайн. И тут нужно будет несколько игроков для того, чтобы его загангать. У нас Шторм Спирит отправляется в лес. Ну, а Роджер подфармливает. В принципе, в этой игре мы имеем возможность лицезреть мощь Дарксира в матчапе против Тиррор Блейда. Будем надеяться, что у Паши будет хороший фарм впоследствии, чтобы на это посмотреть воочию. Ну, а Ори пока что пушит Тир 1-0. Ну, Ван взял уровень 6. Чуть будет проще. Я вижу уже, какую игру. Как реально, чуть не ключевой момент. Это как можно больше убивать Ну, Ван. Ну, Ван тут закатился просто вперед. Честно говоря, не знаю, как это работает. Успевает уйти. Уже сколько? Четвертая игра. И чуть не убирать. Как живут? Убивать Ну, Вана. Убивать Ну, Вана. Даже, понимаешь, они его нисколько убивают. Они просто выгоняют его к чертям вообще с центра. Это явно определенный пол. Это вышка наша. Очень хороший план на игру. Потрясающую подготовку демонстрирует команда Вичи Гейминг. Интересно, кто вообще привнес эту идею вот так вот играть. Потому что испокон веков считал, что Тир 1-1-вышка крайне важна. Пытаются здесь атаковать Папарасу. У Папараса наверняка есть Сандер. Ну, или, по крайней мере, есть Кьюпоинт. Да, Кьюпоинт у него есть. Ой, опасно. Виртуз Поро нужно отсюда уходить. Очень много героев. Посмотри, вся команда здесь. Ну, конечно, захотят Вичи Гейминг убить Пашу. Но вот они, да, попытались как-то за Пашей играться. Но Паша остается. Пытается как-то помочь. Может, как-то Карабасу? Пойду очень больно. Карабасу уже были использованы. Очень грамотный глиф подайн шел, чтобы Крипа нельзя было убить. Фейт отсюда уходит. Но в целом, Виртуз Поро наконец-таки на сложной линии отстояли неплохо. Драксир пофармил в лес, вернулся на линию. Папараса выгнали в какой-то момент также в лес. То есть это первая игра, где у Паши очень хорошее начало. Игра протекает при прочих равных условиях. Я бы не сказал, что у кого-то здесь явный оверпик. Или кто-то прям намного лучше отстоял свои линии. Кроме центра. Центр, разница удивительная. Да, но это вот опять преимущество Драгон Найта над другими героями мид-линии. Когда он может просто взять форму и взять из пушек тебе вышку. И ты никак не можешь этому сопротивляться. Тем более, если два саппорта перетягиваются, ты не можешь задефить все это дело. ПТ появляется у ДК. Мы видим очень часто, как Вичи Гейминг, играя с Террор Блейдом, используют на центре какого-то Space Create героя. Ну, потому что Террор Блейд это достаточно лейтовый персонаж. На топе очень много телепортов. Будет полноценная драка 4-5 на 5, пока убивает Никса Сасина. Полноценные драки не получаются. Но такое ощущение в Virtus.pro хотят подраться. Рамзе с победой, Рамзе с ультимейтом, но там сплит. Там Драгон Найт, который достаточно уже плотный. И Рамзе здесь, ну, как будто разводит на прайон сплит. Хотя бы хочет, чтобы сплит нажал Янг. Но, мне кажется, это плохой выход. ТБ остается снизу. И если у ТБ сейчас метаморфоза окажется, то башня упадет. Ну, значит, надо трейдиться. Значит, надо трейдиться. Метаморфоза у Папарацци действительно есть. Получится ли трейдиться? Это, конечно, классная идея, но три героя находятся. Но телепорты снизу уже были использованы все на топ. Определенно что-то надо делать. Нельзя отдавать вышку в боте и при этом ничего не делать в топе. Ускоряют Кентавр. Кентавр, смотри, еще по Сороа Фосфилдам. Бежит за Ори. Ори успевает дать станы. Сурж должен закончиться сейчас. Сурж скорее всего уйдет. Но здесь Сторм спирит. Но у Ори будет какая-то поддержка. Он очень жирный. Но за счет Омни Слэша получается Страгонайт хорошенько побить. Может быть даже без Блэйдфюрера. И Ноуан забирает стрик. Не так много денег, но все равно приятно снизу. Пришел Роджер по дефить. И в итоге, походу, надефился. Здесь Соктим. Есть Шарды. Папарацци начинает бить. Ноуан пытается как-то помочь. Ноуан может быть очень аккуратным. Ноуан. Он может поиграть, но Сандер... И там Ноуан очень мало маны. Нужно отсюда уходить. Уходит. Если Кид Шарды у Фейда снова, он там кулдаун слишком высокий. Скорее всего, их нет. Но Уан уходит. Но в итоге теряет время. Ничем здесь не помогает. Тавр все равно упадет. И вынужден бежать на Фонтан. Будем смотреть за Пашей с Кентавром. Насколько он умеет комбинить вот этот вакуум плюс тан. Я, кстати, от Паши ни разу не видел. Вот и интересно посмотреть. Потому что здесь, конечно, может работать... Напомню, что стан у Кентавра вот этот... Очень маленький. Очень маленький. Там попасть нужно умудриться. Но только идеально, если ты с вакуумом комбинируешь. Тогда это работает. В противном случае... Это не то, что так руну люди разбивают. Шанс на плюс 200 очень высокий. Перевызывает. Перевызывает. Переманивает другого крипа. Но три баунти-руны досталось игрокам команды Вичи Гейминг. Если я не ошибаюсь, кажется. Там по надписям было три руны за ними. А в боте вышка по-прежнему стоит. Но очень каленая. Там сколько-то, наверное, 150, может 100 хп. Ну, не донай был. Не, наверное, побольше. Почувшение не донай было. Ну, Драгонайт нажимает форум. Мм, неужто там это два поют. Тут Раймл Сплит остается. Форма использована для того, чтобы три удара сделать? Может быть, для того, чтобы дать три безопасности удара. Рамзес выходит. Но в итоге Драгонайт с формой просто отправляется в сторону своей базы. И пока все. На центре Ноу-Ан. Он должен чувствовать себя комфортно. Не те герои, которые могут его убить. Да и на самом деле при аккуратной игре от Ноу-Ан убивать его будет ближе к мидгейму все тяжелее. Пока не появится Блинк Даггера у Драгон Найта, Ноу-Ан ничего не должен бояться играть. Либо Шеду Блейд, который время от времени появляется. Либо Шеду Блейд, да, естественно. Так, тут Янг. Видно его, смогут ли убить. Темный слэш отсутствует. Подкопать. Ой-ой-ой-ой. Роджер очень долго ждал, 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 ждал. И не дождался. Полетел Ноу-Ан. Рискует. Рискует игроки на Виртуз Про. Опасно. Очень опасно сейчас играют. Не нравится мне. Это Фейт пока живет. Дает шар. Данис самый удачный. Пошел Блэд Фьюри. Есть убийство на Туске. Прямо стоит от Брюмастера. Побитый Никс Ассасин. Роджера, скорее всего, придется продавать. Отличный подкоп на Сурджи. Пытается Роджеру убежать. Не все так просто с ним. Но Роджера быстро останавливают. Но при этом больше никакого контроля нет. Захотят Виртуз Про обязательно драться дальше. Очень грамотный теклон от Янга. Но в итоге влетает Штарм Спирит. Дает Вортех. Пытается заскусить Брюмастера. Отличный подкоп от Роджера и Блэд Фьюри от Рамзеса. Он мне слэш появляется. Прямо сейчас Рамзес может быть дальше. Опять на Рамзес идти дальше. Отличный шарда от Фэйда. Это была верная смесь. Хотя у Фэйда, с другой стороны, имелся сноубол. Но в целом очень мало контроля вичи гейминг. В вот этих вот драках элементарно некоторых героев остановить не можешь. Даже, казалось бы, Никс Ассина. 9-6. Джаггернад занимает первую позицию по Нетворсу. И, как я понимаю, на этой карте Рамзес будет играть без Баттлфьюри. Без Яши, Рамата Стайл. Может быть, после Яши... Барабаны Яши прям позднее. Мне всегда против Террар Блейда нравился Мьелнер. Потому что Террар Блейд имеет большое количество брони, Мьелнер — это магический урон. И, в принципе, тебе нужен какой-то механизм, который позволяет справляться с иллюзиями ТБ. И ты делаешь выбор обычно между БФом и Мьелнером. Иногда можно два артефакта купить. Но здесь Рамзес не настолько шикует. Хоть у него и топового нет. Янг не понимает, что происходит. Там Крипп страдал от Эншелла. Но как-то Янг не придал этому особого значения. Янг очень больно. Два Эншелла. Вакуум приходит Роганайт. Сноубол отлично от узко спасает свой тимейт. Соло. Полетал чайник. Чайник. Хорошо. Как же хорошо. Летает много урона по Дибайю, по Оре. Хватит ли этого? Чайник просто бесконечный. Ты видел, насколько не повезло здесь? Он здесь влетает сейчас. Ой-ой-ой. Я не знаю. И может просто не выйти из дизейбла здесь. И ноуан все-таки погибает, допускает ошибку. Хотя, казалось бы, ничто ему здесь не угрожало. И собирает Каю, видимо, на фанты. Поставил на зеро. Такое ощущение Соло. Выпало совершенно не то. Ну, там мог отскочить чайник и убить Вингу, если бы еще один раз по нему попало. Мог отскочить в Брюмастера. И его тоже можно было бы убить. Но он в итоге и не туда, и не туда. И как-то здесь урона распределился. Но это, в принципе, конечно, оправдано. Потому что четыре цели. Он там не обязан, скажем так, попадать всегда между двумя. Поэтому, вроде бы, как и нет ничего в этом удивительного. Но могло чуть больше повезти Леша. И были бы какие-то хотя бы фраги сделаны. Умудрились Вич и гейминг даже без правил сплита подраться. Но Дарксиру нужно больше. Дарксиру имеет 4 600. Ему нужно все-таки докачать там уровень, докачать стенку. Роджер в Вендетте стрейфится сейчас в бот. Там стоит очень много центрей, как мы видим. Сейчас подойдет на центр. На центре тоже теоретически должны быть какие-то центры. Но пока он подходит на Орион. Ориэс, Сакрифайс. Роджер не нападает. Слишком мало героев, тут никого нет. Дивайс стоит просто сзади. С готовым слапаном, если что-то просто слапанит. Он не знает, что давайте смысла нет. Тайм правил на сплит. Уже сплит есть. Аркейн руна у тебя. Очень крутая руна. Можно больше иллюзий на спамить. И дешевле это будет. После Яши тут же берет БКБ Папарацци. Вот насколько не хочет он рисковать. Так, там Роджер опасно гуляет. Могут его на центре поймать. Его видели? А, там такая позиция, где центрей как раз-таки и стоит. Роджер дожидается курьера, но Виндетта нет. Сейчас Роджера здесь могут убить. Ему и телепорт не используют. Тут стан на Дивай, тут слап, тут еще и телепорт с кулдауня. Роджер должен максимально много времени выиграть. Это максимум. В этой ситуации уйти невероятно трудно. Виндетта даже не будет. Там скорее всего имеется дасты. Очень быстро убили. И это происходит перед появлением баунти-рун. Рамзес пытается засталить бейда. Типа аут. И очень много крипов. Омнислэш. А, он уже дал Омнислэш. А, точно. Так. Это был Омнислэш сноупол. Возможно. Практически. Возможно. Прямо сплит. Паша Сурж в кулдауне даже с ним появится. Его задиспелят. Его задиспелят. Он просто ничего не может задиспелить. Тоже нужно как можно больше времени выиграть. Сдавить Сурж. Сразу же диспел. Булыжник. И Пашу убивают. Должен фармить. Вп. Вот в этом моменте. То есть нельзя было отдавать Никса. За 30 секунд до спавна баунти-рун нужно было как-то вот подхолдить. И не знаю. Подождать. Законтролить баунти. И после этого уже предпринимать какие-то попытки. Рамзес выгнал. Тузко. Убить его не смог. Но в принципе Тузко в этот момент никак не мешал фармить Рамзесу. Что в общем-то неплохо. Ну вроде как Вичигейминг чуть более положительных действий делает на карте. Но нет преимущества. Праймала нет. Попытка быстро убить. Сразу же Сноубол. Сразу же Сноубол. Возможно контратака. Там есть телепорт. И варитал Чайник. Чайник Катапульта Фейд. Фейду больно. Смогут ли его убить? Да, убивают Примастера Фейда. Также убивают дэплкил для Нуана. В вагоне там идет Медведемон. Полетел Нуан. На фул практически ману за Дювай. Мдювай также должны убивать триплкил для Нуана. Нуан сейчас очень сильно возвращается в эту игру по экономике. Ты представь, что будет, когда этот персонаж купит себе Линкенсферу. Вы же вообще его никак не... Это будет абсолютно такая же ситуация, как и на второй карте против антимага. Вот как вот при покупке Линкенсфера на Шторм Спирид вообще с ним справляться? Понятно, что он может быть сейчас купит себе... Ну, Бладстоун, да. Бладстоун. Я уже настолько забыл о существовании этого артефакта. Ну, потому что у нас редко, когда Шторм Спирид появляется. Даже на Тимбере перестают уже, знаешь, так активно Бладстоуну покупать. То есть Паша пытается поднапрячь Янга, промахивать споткопом Бабу. Но Линк полетел. Ох, как больно, но этого урона не хватает. Придется Роджера здесь оставить все. Не сможет вообще никак это пережить. Урну зарядить так и не удается. А, ну понятно. Он у Линкенсфер на регенерацию. Даже эту регенерацию не смогли ему сбить. Он ужал ее давным-давно. Сейчас она вот-вот закончится. 12-12. Невероятно равная карта. Напомню, что для ВП эта карта может быть последней. Они обязаны побеждать. Вот все УВП хорошо. Все УВП хорошо. Но вот этот Джаггернаут, он топ-1 по Нетворсту. Но как же тяжело ему будет справляться с раскачанным Террор Блейдом, если у нее не появится Мьеллнера. Да, понятно, что ты хочешь Яшу купить. Но может Манту проигнорировать и прямо сейчас бахнуть молнией. Да и фармить вроде как побыстрее будешь. Даггер на Драгонайте. А Линкенсфера пока даже не в проекте у Шторм Спирита. Конечно, ему нужен Бладстон, чтобы больше урона давать. Тем более Скай. Но про Линку не стоит забывать. После Бладстона нужно будет обязательно ее купить. Праймал уже есть. Рамзес с ультимейтом. Смоуки, Роджер, Вендетти. Снизу видят ТБ, знают, что его в этой драке секунд 5 точно не будет. Бримастер покупает себе Мидас. Так, Смоук развеян у Соло точно. О, не нравится мне позиция ВП. Они в лоу-граунде. Расставляют варды. Хотят выйти в Папарацци. На самом деле, очень классная идея. На самом деле, может получиться. А Шторм сейчас полетит прямо со Шрайна. Посмотри. Он подходит чуть-чуть поближе. Видит Папарацци. Нужен Вижен. Шторм летит, но промахивается. Летит, но промахивается. Команда все-таки слышит, что далеко... Аман, это больше нет. Команда далеко. У Вичи Гейминга. Они бегут в Смоуки. Но тут без шансов для керри команды Вичи Гейминга. И те тратки нельзя. Вичи Гейминга. Они должны отсюда уходить прочь. ТБ без байбека. Да и в оккупаться бы в такой ситуации не хотел. Неплохо. Он почти, кстати, БКБ на фармах. Но тут Папарацци очень долго стоял на этой линии. И противника на карте не было видно. Возможно, должен был Папарацци этот момент оценить чуть адекватнее. Должны забирать Т1, Виртус Про. Они все еще в большинстве. Хотя Смоук остается. Парамент Стрит есть. Драгонформа активирована, как я понимаю, была до этого. Дарксир отошел подальше. Его, кстати, могут там где-то на Варде заметить. Так, на Нуан далековато. Он мана восстановил в Диману Шрайне. Сейчас пешочком сюда идет. А, это Шторм Спирит. Извините, пожалуйста. И потихоньку, потихоньку напоминаю блиндаггера из Драгонайта. Форма появляется. Но не хочется что-то уже здесь стоять, если честно. Никого не видно. Там Соло, пацаны, и свап. Рамзес, Блэдфюри. Не совсем понятно, что хотел девочек получить. Хороший бах. Он по двоим рвает в Шторм Спири. Много урона. Моментально убивает Вингулись. Шикает, журчанник там летает. Чудовищный урон по Ори, Ори очень быстро убивает. Вингап укупается. Драгонайд без байбэка. Больно Соло, Соло должно убить. Соло погибает. И игроки остальные вирту-про должны просто убежать. Рамзес получает свап. Блэдфюри, секунда, кулдаун. Есть тинки, но там слишком много урона. Сурш в последний момент. Влетает Нуан, и папарацци. Папарацци погибает. Ноуан. Как же хорошо ворвался под Вортеx. Пытается Нуан покинуть драку. Нет маны. Получает стан. Вот пивком. Полетел Сноупол. Больно. Если шарды, то шарды должны быть. Сурш в последний момент. Шарды отсутствуют. Как понимаете, единственная причина, почему Нуан отсюда убегает. Ох, как же играет из профси. Получилось классно. На тоненького. Прямо реально на тоненького все вышло. Там свапнули Рамзес. Огромное просто количество дэмэджа наносит Шторм Спирит. Да и Тарксир не меньше. Заметься, Ильич там чайник так полетал сочно. Ну под вакуум, да, конечно. Хорошо он должен лететь. Так, у нас эти рекорды продолжаются от Роджера. Потихонечку там докачивают таланты свои на ГПМ. Вот у Тузка есть, у Роджера на 10-м тоже. Кстати, Роджера могут запросто убить. У него Вендетта отсутствует. Одного Ори будет мало. Здесь нужен кто-то еще. Ну там Тузка реально. И он Ори дожидается. Да, он просто пытается как-то... Вендетта 5 секунд. У Тузка может быть не оказаться. Даст-то, давай смотреть. Две, одна, что по текшену. Детекшен на месте. Но ошибается с шардами, и Роджер в итоге просто отступает. У него будет стан через секунду. Нет у него телепорта. Закончится. Не надо ничего не нажимать. Вообще ничего не надо. Просто убежим. А Карапаса нажать? А Карапаса не нажали. Обидно. Не успел. Не успел. Две тысячи перевеса после вот этих строк. В пользу команды Virtus.pro. Книгу покупает Никс. Надо как можно скорее апнуть себе десятый. В опасной позиции Рамзес. Все-таки манту делал себя, как можно заметить. Ну, нормально, нормально. Пока это не критичность. Пока Террор Блейд убивается Шторм Спиритом, убивается еще и магическим уроном от Лича, от щитков Дарк Сира. Его иллюзия тоже довольно мощная. Но у него вот-вот должен появиться Блэкинг Бар. Если его не успеют задизейблить до этого Блэкинг Бар, я боюсь, что пробить его резко не получится. Но тут никого нет. Не защищают эту башню. Игроки Вичи Гейминга не включают вообще на центр. Видимо, нет метаморфозы и нет Праймал Плит, поэтому не хотят здесь Вичи Гейминг сражаться. И БКБ до сих пор нет у Террор Блейда. А смерть его... Даже какая? Две смерти. Две смерти практически подряд они очень сильно фарм приостановили. Очень серьезно приостановили его, да, действительно. Выбили из колеи. БКБ только сейчас покупает себе фармацию, но башни падают. Кримсон для Дарк Сира. Ключевой артефакт в стадии Мигейма. Против Террор Блейда, против Террор Блейда он очень дешевый и крайне эффективный. И вот он Бладстоун, да, стенка в один до сих пор. Замакшены скиллы и стенка в один Бладстоун на 6, на 7, можно сказать, минут раньше, чем обычно. Приобретается здесь Шторм Спиритом. БКБ на ТБ. Мидасик, кстати, был на Брюмастере, мы об этом не сказали. То есть, в принципе, Вичи Гейминг готовы играть в Лейте. Ну, естественно, у него есть Террор Блейд, поэтому... Почему бы, почему бы в Лейте и не поиграть? Так, ну что, Смоок от Виртуз Про, я думаю, пора. Шторм взял себе талант на ХП, очень становится он плотный. 2000 ХП, попробуй теперь его убей. Вот этих вот... Ну, хотя ТБ больно бьет, конечно. Заряды в Бладстоун важны сейчас получать. Для Шторм Спирита это всегда было показателем успешной игры, когда у него там 25, да, там 20 зарядов в Бладстоуне. Раньше это вообще было имбой, потому что у него скорость респауна была быстрее из-за зарядов в Бладстоуне, но сейчас, к сожалению, для Шторм Спиритов этого нет. Забирать должны Виртуз Про Т2, никакой защиты от Вич и Гейминг, хотя драка будет, но уже после того, как башня здесь упадет, скорее всего. Неплохая позиция игроков в Виртуз Про, хотя они ждут противника совершенно с другой стороны. У Вич и Гейминг еще есть Вижн, и из-за того, что они никого не видят, они должны... Они видят Пашу, могут напасть на него быстро. Паша вышел, сразу же в панч, попытка быстро убить Пашу, Паша по дизейлу, на кинбар, с Папарацци пошел ломный слэш, хватит ли этого урона, Дивай и Фейт больно, Фейт пока живет, должен добить Паида, Фейта добивают. Погибает также и Драксир, врывается на Ван, много урона, шикарный, снова Чайник летает, там чудовищный урон, это удовольствие, Соло в циклоне, находится Никсо Стаси, Соло пытается покинуть драку, из-под ков в ТБ. ТБ, хватит ли урона добить, у ТБ имеется Сандр, Папарацци больно, Сандр пока не может ни в кого использовать, Рамза сделает телепорт, Рамзес, не успел, не успел Рамзес с Бладфьюри улететь, слишком много урона от одного лишь Папарацци, 3 в 2 финальная драка в пользу команды Вичи Гейминг. Как же не хватило стенки, как же не хватило стенки Драксиры в этом тимфайте, чтобы чуть-чуть побольше урона было, чтобы чуть-чуть побыстрее убить Тузко, Вингу, возможно, еще и с Террарблейдом бы смогли справиться, но просто не успел Паша ничего поражать. Кстати, по поводу Кримсон Гарда, Кримсон Гард диспейлится Брюмастером, возможно, нужно его чуть поосторожнее юзать, чуть-чуть как-то дождаться момента, когда Брюмастер в своем праймл-сплите нажмет диспейл, я не знаю, там, по щиткам, Суржам, которые Дарксиры уже скастят на тот момент, и только после этого кастить Кримсон. Обидно, что в этой ситуации оказался не Роджер первым, а именно Паша. Паша, конечно, драки будут по цене. Ну да, вот тот вард, который прям на шрайне есть, он очень помог Вичи Гейминг. Рошана бьет ВП, кстати. Они знают то, что нет метаморфозы и в других там ультимые. Праймала нет, формы нет, у Дракгана это да, это преимущество. 18-18 счет на 24-й минуте, лишь одна тысяча преимущества за команду ВП, но вот Рошан даст небольшое преимущество. ВП смогут на он же эту смолку выйти в драку, хотя бьют Рошана не очень долго. Ты представляешь, насколько Ноуан будет чувствовать себя свободно в тимфайтах? Его сейчас-то убить очень трудно. А уж когда он Аегис получит свое распоряжение, ух, он там полетает, ух, он там раздаст этими ремнантами. И Рошан должен все-таки упасть в ближайшее время, Вичи Гейминг никак туда не могут подойти. Аегис все-таки для Ноуана блинк на Никсе теперь будет чуть попроще врываться. То есть именно под вакуум, именно под вакуум Дарксира ты врываешься, отдаешь этот подкоп, там 3-4 игрока могут застанеться. Это может прям решить исход всего тимфайта, вот комбинация третьей-четвертой позиции, которая есть у ВП. И Вичи Гейминг пытаются запушить тир-два вышку в боди, у них-то получится. А Виртуз Прок как-то неохотно ее... Да, Шторм Свист здесь, с даблдемжем. Врывается на Папарацци, но Папарацци успевает немножечко отстрейфиться, но он понимает, что Папарацци здесь далеко не один. Нужно вести себя все-таки немножко поаккуратнее. Да, у него есть Аегис, но отдавать его просто так совершенно не хочется. Ой, как-то опасно, Виртуз Пронит здесь в меньшинстве. Смещается Дарксир, уже показалось, что сейчас побежит на Суржа в атаку, но тут палит всю эту кампанию. Контроль рун 2-2. Будет Вичи Гейминг контролит справа, ВП слева. Ну и практически есть орки Ту Шторм Спирита. Правда там, конечно, Блокенбар в ответ сразу же УТБ. Очень важно заткнуть либо Вингу, чтобы она не свапнула, либо Тузка, чтобы он не скастовал Сноубол и не засейвил всех от подкопов, от всяких умнислейшей, чайников и прочего. Так что орки – это не только для того, чтобы убивать ДК или Террор Блейда. Ну, а когда ПКБшки будут слабые, в общем-то, и этих персонажей можно удивить. Так, ну вот потихонечку молнии вырисовываются и Йолнир. Ну, без них никак. Без них никак, конечно, против Террор Блейда ты обязан покупать какой-то артефакт, который позволяет наносить массовый урон по области и отталкивать линии быстрее. Террор Блейд хочет себе Дейдлас. Ничего себе, такой быстрый. Дейдлас не позволяет Дарксиру усилиться. Ну, то есть ты берешь Скаде, берешь бабочку – Дарксир становится сильнее. Берешь Дейдлас – Дарксир не становится сильнее. Но ты при этом достаточно тонкий. Есть вот такой вот нюанс. Это правда. В Скаде ты уплотняешься. Надеется на то, что его смогут как-то подсейвить, если вдруг что-то пойдет не так, или он через БКБ и при помощи манта там сможет Сантос вставать в кого-то. Интересно, интересно. Посмотрим, как это повлияет на игру. Блокенбар у Драгонайт, а второй блокенбар у команды Вичи Гейминг. Плохая новость для комбо-бомбо Дарксира и Никс Асасина, о которой ты говорил ранее. Ну, знаешь, во время вакуума БКБшки не жмутся. Если ворвется Дарксир, даст вакуум. Дарксир с Блинкдаггером у нас или нет? Нет. Ну, пока без, пока без. Он форстаф планирует купить, но против шардов форстаф хорошее решение. А вот для того, чтобы атаковать, использовать юбильски мотивные вот эти вакуум стан комбинаты, нападают на Диуа... не на Диуа, а на Тускай здесь. Вакуум по троим! Есть подкоп! Есть подкоп по четверым! Полетел Омри Слэш! Сандра последний момент от папарацци. Папарацци пытаются уйти под Блокенбаром. Практически убили Дарксира. Дарксира убили. Байбек от Тускай моментально. Для ВП все могло быть намного лучше. Они, по сути, только два убийства сделали на саппортах, и это все. Ну, они почти убили Брюмастера-то. Посмотри, он нажал премил сприт буквально там на ста хитпоинтах. Там и Сандр был невероятный. Два заряда в ладстоун сейчас. Да, Virtus.pro умеют. Как же это было быстро. А, я тебе говорил. Дарксир успел подойти на своих двух. Никаких блинкдагеров. На своих двух, но зато на каких двух под кружом? Он очень быстрый. У него, ну, служит позволяет преодолеть вот этот вот порог максимального мувспида и вбежать на невероятной скорости. Было круто. Было круто. И вичи гейминг, конечно, нужно быть готовым к тому, что такое будет происходить все чаще и чаще. Так, у Папарацци могут быть проблемы, сейчас пойдем фармить лес, его там поджидают. Роджер Виндетти, рядом Ноуан. Но Папарацци пока идут просто в сторону базы, на центре. Дюай очень легкий фраг, может быть, ну, врыв на Драгонайт. У Драгонайта Блэкенбарк, как понимаю, просто в кулдауне. Пытается его быстро убить, есть подков. Ноуан летит дальше, убивает Драгонайта очень быстро. Сокрепаясь от Соло. Соло должны хоть как-то добить. Соло добивает в последний момент. Парамоспитер напоминает, ноуан продолжает бить Дюайя, Дюайя погибает. И вот он, ноуан, нунчи, год, лайк. Еще два заряда Блэкенбарк. Какой блин, как Роджера. Отличный просто стан, но у Рамзеса нету мне слэша. Вакуум, но нет больше стан, но он попытается пробить так. Он пытается развернуться, дать сандр. У него есть этот сандр, но он не торопится его использовать. Пашу можно убить. Пашу убили, и Virtus Pro ресурсов мало. Аегис, еще минуту будет, ноуан без маны врываться тяжеловато. 20 зарядов в Блатстоуне. Да, ноуан вернулся в эту игру после не самого удачного начала. И башню забрали быстро, и гангали постоянно. 3000 преимуществ у команды Virtus.pro. Аегис они уже реализовать больше не успеют, отходят назад. Пай появляется у Брю. Ну и конечно у Вичи Гейминг потихонечку будут ультимейты появляться. Вот она атака, вот он врыв от Дарксира и Никсасасина. Да, на это можно смотреть бесконечно. На это можно смотреть бесконечно. Идеальные тайминги. Ну, командная, командная дота. Красота. Жаль, что не так много получили. Ну, тут как-то отметил и Примастер успел нажать ультимейты. Но ты не забывай, что когда ты играешь с Блатстоуном, каждый фраг тебе дают немножечко больше, чем когда ты играешь без Блатстоуна. Потому что заряды эти очень важны Штормспириту. Скоро у него двадцатый. Кстати, можно нам показать талант Штормспириту, потому что я так редко его вижу. Но он ХКП взял на пятнадцатый. Не-не-не, двадцатый. Не, двадцать пятый я помню, а вот двадцатый, что Вортекс или Скорость Атаки. Ну, наверное, Скорость Атаки. Сейчас посмотрим. Ну, понятно, левая ветка это Скорость Атаки. Правая Вортекс. А ты помнишь, как в ЕГЭ играли комбинации Дарксир, Джиггернаут, Штормспирит? Так, напомню. Вакуум, Вортекс с Аганимом и Джиггернаут с талантами на Блатсюре просто там закручивался. Практически блокол получается. Да, это была такая дикость. Может быть и здесь что-то подобное? Вполне вероятно, это будет фантастика. Смоук от команды Вичи Гейминг сразу же развея, но там Соло оказался. Ночь на дворе. Маловижена только сейчас наступает день. По таймингу Мюшки Вичи Гейминг могли позже выйти, но они исключительно руны контролили аккуратно. Атак спит на двадцатом. Штормспирита урон ускорения. Штормспирит быстренько тут линию поддавил на центре. И назад. И назад. Оп. Ой, красота. Еще и бутылку можно попить. Еще законтролить. Красота. Ну, БКБшку все-таки хочет, но он отказывается от Ленкинспира. БКБ тоже дает достойный эскейп, но... Ну, Блокенбар просто еще статы дает, понимаешь? И там мана региен, вроде тоже приятно. Ладно. Дейтласс все-таки купил себе террорбейд. Посмотрим за его перформансом теперь в тимфайсе, насколько будет он опасен. Но Паша достается, конечно, прям в каждой драйке. Стоит только Вичи Гейминг выйти из дизейблов, Никса и Дарксир, как они тут же пытаются убить Пашу. Так, все, Блокенбар есть в ноль. Но Уанн закупился. Ну и Virtus.pro готово драться. Несмотря на доедал УСТБ. Уникс Ассасин Диск. Это, кстати, тоже плохая новость для команды Вичи Гейминг. Роджер молодец. Смотри, сколько она фармила-то. Учитывая предыдущую игру, здесь ноль вопросов. Сейчас еще Спирит Вассел лапнет. Брюмастер после Мидаса Лобмерса. Только Пайп, больше ничего. Драгонайт, Тормлет и Кираса. Но у него там много уже должно быть денег, на самом деле. Потому что он... Так смоук на смоук. Ох, как может быть интересно. Ну, мы, конечно, ждем вот эту вот комбинацию. Никс Ассасин и Дарксир. Иллюзию отправляет на проверочку. ТБ. Мне кажется, две команды понимают, что... И та, и трогая смоуки. На карте никого нет, никто не отпушивает мид. Virtus.pro знает, они скан союзали. Скан есть, но позиция у Вичи Гейминг намного интереснее. Вейв полетел шторм. Моментально атака. Будет какой-то вакуум, а мне слэш прорывает на туз. Есть панч, ноуан. А ноуан пока никого убить не может. Есть подкор, ставится в лапреп. Капрамс лит от бремастера. Роджер под диском. Папарацци. Есть Сандр, пока никого не кастует. Папарацци просто мне драки. Летает чайник. Роджер. Много урона по нему. Сандр. Папарацци. Ну такой себе Сандр. Ничего практически с этого не получил. Параллельно. Virtus.pro пока никого не могут убить. Полетел. Ноуан. Уау. Вот это врыв. Просто одним мультимейтом. Ян. Без прайма сплита. Немножечко отрегенить ману. Ноуану. И ворваться подальше. Да. Получается зацепить Вортекс. Ну тут еще Кентавр. Который теоретически может подстанет еще один флаг для Virtus.pro. И Соло присасывает Vengeful Spirit к себе. И Диуаи также должны убивать. Ноуануан просто батя. Рассчитал точно куда ТБ отправиться. И просто прилетел. Как я понимаю ТБ находился под невидимостью под руны. Но это его не спасло. Ну что самое время пушить хайграунд. У Вичи Гейминг вообще нет никаких ультимейтов. Казалось бы должна быть легкая теперь игра для Virtus.pro. Но понятно, что ребята из Китая еще могут чем-то удивить. Но Метаморфоза нет. У Симейсов как-то от Метсел нет. На самом деле в оба сейчас могут здесь очень много получить. У них очень много здоровья. Есть мана. 22 заряда в областе у них. Штурн спирится. Блокенбар уже имеется. Поэтому вполне могут и две линии забрать. Хотя, наверное, рисковать не будут. ТБ вот-вот появится. Падает центр. Не знают ВП на счет Рошана. То есть Рошан может теоретически появиться. Если они проиграют сейчас тимфайт для того, чтобы задевать Рошан, им придется выкупиться в свою очередь. А этого ой как не хочется делать. Ой как не хочется. Поэтому Virtus.pro просто отходит. Да, Рошан заспавнится через две минуты. Но команды уже должны знать то, что он может появиться, а может еще не появиться. Мы видим, как Tusk пытается там выформить Гривзы. Да, конечно же, Гривзы, чтобы как-то сбрасывать в себя этот неприятный Сайленс, который на него постоянно вешает Шторм Спирит. О чем мы, собственно, говорили ранее. Торкит такой ощущение вообще, как переломный артефакт стал. С Торкитом No1 стал реально много убивать. И вот она, Линкенсфера. То есть No1 решил не игнорировать БКБ, Линкенсферу взять чуть-чуть попозже. Она будет очень кстати. Отпушивает пока что линию. No1 и еще Линкенсферу у Рамзеса. Рамзеса уже купил? Да, он вешает постоянно на Шторм Спирита. Грамотное использование денег у другого своего кора. Интересная иллюзия. Как же аккуратно, заметьте, забирают. Боятся любого свапа, как я понимаю, прежде всего. Рефлекшн кулдаун минус 8 секунд на двадцатом ОТБ. Хороший, очень приятный талант. Для Terrorblade главное просто получить какую-то возможность бить. Просто возможность бить, чтобы реализовать свой Daedalus, который он купил там 3-4 минуты назад. Двадцать второй Шторм Спирит. А на самом деле двадцать пятый вполне скоро может появиться. Эта игра может закончиться намного раньше, чем No One купит себе Линкенсферу и возьмет. Ну ладно, Линкенсферу он, наверное, успеет купить, но двадцать пятый может не успеет нам продемонстрировать. Если драка будет близко к хайграунду Вичгейминг, они могут просто сдаться, мне кажется, в один момент. Непонятно, как Вичгейминг драться сейчас, когда там вот эта вот комбинация, когда Шторм просто неуловимый. Ну, не знаю. Попытаться напасть на Дарксира, может как-то выключить его быстро. Все-таки у Virtus Pro в качестве своих персонажей есть Лич с его фростшилдом, но его можно испылить. Так, Рамзес, Йот иллюзии. Баунти руны. В боте очень много баунти рун тоже запах. И там Жагерналт иллюзиями, посмотри, что это творит. Там это иллюзии как раз таки струны, которые забрали. Которые очень мощные, да. Ну кому-то нужно сместиться в бот теоретически. А тут No One врывается, пытается найти хоть кого-то, но игроки Вичгейминг уже слишком далеко, они активировали смоук и бегут в бот забирать баунти там. No One впушивает линию. No One пингуют на него. Брошана, конечно, Виртус Про так не мог позволить зайти и просто бить. Опасно. Вичгейминг так мог неплохо потратить. Хорошая зона для рефлексиона, для брюмайстера. Надо подготовить почву. Надо подготовить почву. Отпушить еще потом центр. Забрать Шрайн и позволять Вичгейминг с байбэков сюда как-то возвращаться. Паппарат на варде разрушил его. Прекрасно видели. Шрайн уже упал. Виртус Про должна отсюда просто уйти. Есть ли какой-то смоук? Такое ощущение, что смоуки уже все ОВП закончились. Очень много их использовали в последнее время. Услова нет никаких смоков. Может он где-то в магазине есть. Об этом мы, конечно, никак не можем узнать. Вот-вот появится Шива у Дарксфера, но ему нужно оставлять деньги на байбэк. Драганайт опасно, блядь. Драганайт. Ой, вот интересная позиция. На самом деле это вообще неожиданная может получиться. Шторм вверх. Уже влетает. Шторм вперед. Там бремастер. По Силансу бремастеру. Успеет две нажатки снимать. Да и сноубол. Но Уанн теряет блокенбар практически впустую. Есть прорыв. Хороший сноубол. Много урона. Моментально убили соло. Под блокенбаром игроки команды вечи гейминг. Много урона под джиггернаута. Джиггернаут успевает. Нажатем не слышно. Начинает пробивать папарацци. Папарацци больно. Хватит ли этого урона. Этого урона не хватает. Рамзеса свапают. Рамзес под блокюри. Пытается покинуть драку. Есть подков. Отличный подков. Летает чайник. ТБ убивают. ТБ успели убить. Как же работает саппорт для команды Virtus Pro. Продолжение атаки уже на Dragonite. Dragonite убили. Да, есть байбэки. Но ресурсов у команды вечи гейминг вообще никаких нет. Для того, чтобы сейчас в оккупации продолжать драку. Атака на Диуая. Минус пять. Тим вайп. В исполнении команды Virtus Pro. Остается Рошан. Но он уже и не нужен этот Рошан. И сложно себе представить, как вечи гейминг могли лучше начать эту драку. Они заставили Ноуана потратить БКБ. Круто напали там в Дарктиру. Убили быстро Лича. Роджер Лич. Импейл чайник. И мы помним, сколько УТБ здоровья. Блокенбара нет. И там этот чудовищный магический урон. Выкупается. Все игроки, кроме Винги. Все, кто мог. Четыре байбэка. Ноуана врывается вперед. Это Брюмастер. Брюмастер без ультимейта. Брюмастер. Вакуум есть. Хорошо. Сноубол. Успели. Успели спасти от суперкомбо-вомбо. Возвращаются игроки вечи гейминг в драку. Выкупается Винга. Пять байбэков от команды вечи гейминг. Рамзес под Суржем пытается уйти. Паша. Паша. Бежать. Рефлекшн работает. Все нормально. Вичи гейминг не сдаются. 19 тысяч проигрывают. И команда ВП может просто отправиться в такой ситуации на Рошана. Раз увидели столько выкупов. Вичи гейминг просто не имеет сейчас возможности из-за этого Рошана драться. Без Блэкинг Бара на Тираж Блейде. Если Ноуан, Рамзес и остальная команда просто пойдет в Рошпит. Они Рошана очень быстро заберут. Это Рошан у нас второй, по идее кажется. Первый забирает Джорданс Про. Вичи гейминг идут. Это их единственный шанс хоть как-то повлиять на исход этой карты. Но насколько же им сложно будет здесь выиграть. Дарксир покупает тебе Шива с Гуарта. И теряет возможность выкупиться, кстати. Важный момент. Если его зафокусят до стенки Кримсона, то может все очень плохо. Попробуй убить теперь такого Дарксира. 30 брони. Кримсон. Ты видел, как Тираж Блэйд наваливает? Там такие криты летят, если он вот именно бьет. Вот это важно. Если он бьет. У него там 5 секунд Блэкинбар, 5 секунд он бьет. А потом резко перестает бить, независимо от ситуации. Вакуум может какой-то под Кентаврой. Блиндайгер нет, Дарксир не может как-то порваться. Блиндайгер здесь конечно... Ну и аркадное, сверх аркадное действие от Вичи гейминга. Они просто отправляются бить Рошана. Да ладно. Блиндайгер залетает, дает вижен. Там пас, пас от Рошана. Сан от Кентавра. В ремастер ультимейт есть. Вакуум по троим. Под кок под стоим. Но там сноубол. Там сноубол. Совет всех. Как же красиво играет Virtus. На развороте Рамзес. Рамзес пытается уйти. Рамзеса Омнислэш должен им быть. Омнислэш есть. Летает чайник по камне драки Вичи гейминг. Папарацци очень сильно проследает. Папарацци практически погиб. Винга уже в таверне. Папарацци стоит просто смотрит что происходит в этой драки. Ничего не может делать. Непонятно кого использует Сандер. Папарацци нажимает блокенбар. Нужно дать хоть кого-то Сандер. Сандер в Пашу. Пошел Омнислэш. Урона много. И сноубол вырывает Омнислэш. Отличный сноубол. Омнислэш заканчивается. Стан по ТБ. Есть паско по троим. От Никс Ассасина и Кентавр сверху. Вакуум по двоим. Минус пять. Два-два. У меня такое ощущение, как будто Роджер играл на Тайтхантере в этой игре. С Реведжем вместо Импейла. Как же Роджер после прошлой карты исправился. Совершенно другой Никс Ассасин. Ну и комбинация. Если на прошлой карте комбинация из трех героев не сработала. Там еще и Дизраптор был здесь. Все получилось. Да, это финал Дрим Лиги. Именно так и должно было быть. Не 3-1, 3-0. 2-2. Пятая карта будет. Что там будет по драфту? Здесь, конечно, Штрон Спирит это палочка-вручалочка. Играла с пиков. Играла с пиков. Предыдущая карта была выиграна Вичи Гейминг за счет ласт пика Bloodseeker, который просто выключил Ноуана из игры. Здесь появляется Шторм Спирит, которого теоретически Вичи Гейминг могли закрыть более качественным героем, чем Dragon Knight. Да, Dragon Knight в итоге отстоял линию чуть лучше, чем мы предполагали. Наверное, аналитики тоже. Но все равно слишком трудно его было ловить. Один раз Ноуан влетел в драку, получил шальной стан и умер. Но больше он таких ошибок не делал. В общем, мне больше нечего добавить. Я думаю, наша аналитика подробно обсудит данную карту. Вот этот пик Шторм Спирита... Что скажете, мужики? Что скажете по поводу пика Шторм Спирита, мужики? Шторм в порядке. Спасибо за рядки. Получше Пангальера определенно. То есть было видно, что Иван с удовольствием играл на этом герое, что понимал, что теперь он может что-то сделать, а не просто кататься и умирать. И как результат просто навалил, отшлепал. Это не похоже на заготовку. Примерно вот так вот это было выглядело. То есть на коленочку положил и по одному вот так прошел просто. Шел вот так вот. Бац, 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 бац. Зачем он никуда не шел? Он стоял, а они сами приходили. Он летел на крыльях ветра. Ну это не похоже на заготовочку. Это просто отличный ласт пик. Как с ментимагом. Красиво? Красиво. Так и нужно. Так и нужно подлавливать. Брать какой-то нестандарт. Удивлять врагов. Здесь Шторм реально круто зашел. Не, ну да. Штормом сложно сыграть плохо, когда тебе вообще нечем поймать. В перспективе даже. А когда ты покупаешь БКБ и Двилен Кью у вас есть, то в принципе у них даже нет столько спилов, чтобы сбить это все. Но надо отдать должное. Сколько раз мы видели вакуум стан по троим, по четверым. При этом Шторм выключает Тускара, который должен сейвить в этот момент. И Тускар так и не успел собрать грифсы, чтобы снимать с себя Сайланс, который на него кидали. Ну в общем, большие молодцы. Вот даже здесь начало. Этот чайник летает там постоянно. А дальше только хуже становится. Вот когда ТБ с БКБ 5 секунд и у него нет шмоток. У него Монта, у него БКБ, у него Дайдаулс. Это вообще не урон, когда есть уже там Кримсоны, Шивы и прочее прочее. То есть вот тут опять же Сурж сколько раз спасал. Сейчас мы увидим, как двух коров спасет Сурж. Нун убивает у нас Террор Блейда. Конечно, здесь Папарацци, ну как-то не знаю, не очень хорошо у него получалось. Задумка это вроде правильная. То есть собрал урон, быстро фокуснул. Вопрос именно к... Некого фокусить. Некого фокусить, да. Вот знаешь, не хватало того героя, который Атас поберет. Или типа того, Зимири какого-то. Против Фанатик они то же самое делали, но тогда у них был в пике Винга и Шадошаман. И они камбэкнули тогда, подождали их на горке, там был с быстрым Дайдаулсом Папарацци. Сейчас хотел примерно то же самое провести, но тут дизейблов-то у них поменьше. Урон хватает, а фиксации нет. Не, ну видишь, вот здесь просто стоит вот, допустим, Рамзес, улетает. Бах-бах-бах. То есть в целом ТБ работает, как надо работает. Но очень тяжело было воевать именно с тем, что противник врывается, сожмёт свои клавиши, а тебе вот нечего нажать в ответ. Нет Тайтхандера какого-то, который ворвётся. Подытожу драку. Вот казалось бы, это отличная контра. Потому что, ну да, Хайлайд классный. Вот, как мы говорили, вот как я говорил, Вичи набирают пик. Миллион подсейвов, все герои друг другу могут подсейвить. Но врывается шторм в Вингу, то есть в Тусика. Винга тут же подсейливает, и начинается крутерьма. Все бегут вместе и подставляются под стяжку Тарксира. Это, ну, это именно так работает, что ты заставляешь врага потратить под сейв и подставиться под твой рассказ, под твой ультимейт. С Тайтхантером тоже самое может произойти. Ну, если будет Тайтхантер с Шейкером, с Магнусом. Если ты врываешься в одного саппорта с подсейвом и уже его выключаешь, другой тратит свой подсейв, у тебя вину за подсейва, и другие персонажи набегают. И это ловушка, называется примерно так. Она работает. Ну да, Terrorblade, в свою очередь, мог бы в драках выглядеть чуть более эффективным, если бы ему давали бить по такой игре, а ему не особо просто давалась эта задача. И в целом, если, друзья, вот сейчас хайлайты смотрите, на что я очень надеюсь, потому что игра была полна ярких моментов. Во многих драках папарацци просто бегал и искал. Искал, в кого дать ультимейт свой. Вот в этой драке, например, ультимейт вообще был крайне неудачный. Посмотрите, посмотрите, он летит. И в инвизии убивает. В инвизии. Красавец, да. Это вообще... Законно. Я в мой взгляд свой неправильный... Ну, дай тебе это скажу. В общем, это битва контрмер. Вот. Короче, Вичи имеют очень много... Ну, как вот они играют? Ты что-то действуешь, и они как вода. Они себе отвечают. А если у тебя есть более сильный ответ, то ты их накрываешь сверху еще раз. Часто разговариваешь с водой, Сант? Ну... Только при переобувке. Бывало. Только при переобувке. Да. Ну, в смысле? Я же на ВП поставил. Ну, хотел. Подожди. ВИА уже, наверное, намного лучше в плане личного исполнения. Слушайте, вот... Да, но ВП удивили. Удивили Штормом. Молодцы. Удивили тем, что три раза в финале мейджоров, а за последние три года, наверное, десять раз в финалах, и шесть из них победили. Пять подряд там такую статистику у кого-то в Твиттере недавно читал. Ну, ты же там со мной согласился, что Вичи... Нет. Мы... Как команда, возможно, но не по личному исполнению. Он мастиком. Его не можно. Мне некуда. Вот. Я без обуви. Саша там вообще за Фнатиков топит. Да я жду. Сейчас доиграем пять игр, и потом Фнатики шураются. Правильно? Да. ВП снимают маски. И там пять Ай-Сай-Сай. И там Абиды. А там настоящий финал начинается. Борьба за выход на Na'Vi. Да, вот я хотел сказать, Фанатики с Na'Vi. Вот истинный финал. Когда все уйдут без купюр. Хайлайты продолжаются, и действительно эта игра была ими полна. Вот очередная драка, возвращаясь к Папарацци, он большую часть драки простоял на месте, в стороне, ища достойный таргет для того, чтобы разультиться. Но в конечном итоге одним ультом погоды не сделаешь, и Вичи Гейминг большую часть завершающих драк на этой карте проводили именно таким образом. Серия начинает приобретать великолепный размах, размах достойный гранд-финала Мажора, вне всяких сомнений. С другой стороны, две карты из тех, которые мы с вами посмотрели, они получились достаточно простыми для одной из команд. На второй карте, напомните мне, у меня уже все в голове помешалось, Virtus.pro выиграли, правильно? Вичи ВП, Вичи ВП. Да, на второй карте антимаг ВП заехал, ну то есть игра получилась длительной достаточно, но ВП в целом владели инициативой всю игру. На третьей карте 20-минутная игра для китайского коллектива. Вот если бы не эти два момента, я думаю, что это была бы просто идеальная серия для того, чтобы залить ее на YouTube и написать must see. Да, ну и нас с вами ждет пятая карта, о ней мы еще поговорим обязательно. А сейчас, друзья, статистика на ваших экранах. Кто last pick? Ой, у кого будет last pick, тот и выиграет. Ну, сейчас last pick был у Вичи, и они проиграли. Разве? Да. Девятый пик – шторм, десятый – закрыл их ДК. Но он был не очень убедительный. Ну, нет, на удивление, вот, вот, комментаторы много про это говорили, я повторю, что, по идее, так не работает. Но этот ДК вот реально смог. Выиграть линию шторма? Выиграть линию шторма, причем очень плотно выиграть линию шторма. Отстоял хорошо, то есть у тебя шторму уже сделали чуть больше полезных штуковин, уменьшили манреген, убрали замедление на стяжке. То есть его там… Ну, в начале-то это все тебе… В начале, да, но ты приходишь, у тебя 70 ман, или сколько там сейчас его, 70, по-моему, да, стоит. Ну, лучше закрывашка как. Ты стоишь против ДК, неважно, подрезает он тебе урон, не подрезает, просто берешь всех крипов. Увидеть он тебя не может, берешь шестой, выигрываешь игру. Здесь пришли саппорт и помогли, и при ДК сам очень круто отстоял, и в итоге старт у НУНа был прям отвратительный. Ну, лайнинг – это лайнинг, а потом по игре ДК ничего не делал. А потом по игре, ну тогда, да, он и отыгрался. Он не мобильный, да. Я про то, что как его пытались загнобить, и как он выбрался. Это вот стоит поучиться у него из сложных ситуаций выбираться. Ну, там не сложно, там ты заходишь в блесочек, ставкаешь себе кэмпы, ставишь первую магию, и вот все, да. За 70, а не за 100. Ты победил, да. Ну, даже перефразирую, дело не в ласпике, а в нестандартном, вот на ласп, на предпоследний пик, потому что, ну вот, взяли шторма, и просто не с чем было отвечать, потому что уже миллион лет против него не играли и растерялись. Третью пару достал уже. Уже этот самый, кроссовки, туфли были в шлепках сейчас. Нет, Саша. Пересел в шлепке уже. Нет. Нет, так нет, хорошо. Да, на нет и суда нет, действительно. Знаете, друзья, посмотрел я, сколько вас нас сейчас смотрит, вас смотрит много, за что вам, конечно, огромное спасибо, и решил я под конец этой трансляции загрузить работы наших режиссеров, поэтому в очередной раз напомню вам про то, что в течение сегодняшней трансляции проходят два конкурса. Чтобы поучаствовать в розыгрыше вот этих прекрасных наушников от наших партнеров HyperX и магазинов FragStore, загружайте свои фотографии в социальную сеть ВКонтакте с хэштегами RUHUB и FragStore. Мы с аналитиками фотографий посмотрим, выберем две, отправим в зрительский чат, вы проголосуете, и победителю голосования достанутся эти наушники. Также придумывайте кричалки, публикуйте их в Twitter с хэштегами RUHUB и DreamLeague, которые вы также видите на своих экранах. Зарифмуйте их обязательно, потому что это все-таки важно, чтобы кричалка получилась хорошей. Все, друзья, берем последнюю на этом турнире паузу, заряжаемся перед пятой картой гранд-финала и возвращаемся в эфир.